Всем привет! В этом видео поговорим о том, что укрепление рубля привело к снижению инфляции в России в апреле 2022 года. Росстат опубликовал свежие данные по инфляции в России, которые оказались значительно лучше предыдущих прогнозов. По данным статистического ведомства, на прошлой неделе рост цен в России практически остановился. С 9 по 15 апреля цены в среднем выросли лишь на 0,2%, при том, что еще недели ранее недельный рост цен составлял около 0,7%. Таким образом, за неделю темпы роста инфляции снизились более чем в три раза. Все идет тому, что уже в следующую пятницу Центробанк может еще раз существенно снизить размер ключевой ставки для повышения доступности кредитных средств населению и бизнеса. Это стимулирует рост спроса, просевшего ввиду существенного падения курса рубля в прошлом месяце. В апреле же российский рубль заметно укрепился. Это привело к остановке роста цен на импортируемые товары. В ближайшее время цены на импорт должны снизиться, что позитивно отразится на уровне цены на товары российского производства. По данным Росстата, снижение инфляции в России происходит ввиду отсутствия роста цен на топливо и продовольствие. Снижение объемов экспорта нефтепродуктов и минеральных удобрений на внешние рынки привело к насыщению ими внутреннего рынка. Вследствие этого с начала года оптовые цены на бензин и дизельное топливо в России снизились на 10%, а ростные цены не растут уже несколько месяцев подряд. На прошлой неделе начали снижаться цены на сахар и ряд продовольственных товаров, которых в конце февраля-начале марта возникал краткосрочный дефицит. Отмечу, что темпы роста инфляции в России снижаются уже шестую неделю подряд. В России в целом наблюдается противоположная картина относительно западных стран, в которых темпы роста цен, напротив, каждую неделю растут. Рост цен в западных странах как раз отмечен по причине снижения поставок доступного ранее российского топлива, минеральных удобрений и продовольствия. Очевидно, что в случае усиления антироссийских санкций и введения новых ограничений на импорт российских товаров, цены в ЕС продолжат свой стремительный рост. В России же, судя по всему, ситуация уже стабилизировалась. Эксперты прогнозируют остановку роста цен уже к концу апреля. А по мере переориентирования российских экспортеров нефти и угля на азиатские рынки, цены начнут снижаться на фоне дальнейшего укрепления курса российского рубля. Отмечу, что снижение цен уже наметилось в сфере рощной продажи топлива на продовольственном рынке, на рынке продаж лекарств и медикаментов, строительных материалов и на автомобильном рынке.